Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединились. Всем здравствуйте, огромное вам спасибо тем, кто пишет благодарности, посылает сердечки и присоединяется к моим даже семейным радостям и праздникам. Большое вам спасибо. Я вас всех приглашаю, не только свою семью. Понятно, что я сделала канал ради семьи, семья большая у меня, но и ради семьи интернет теперь семьи. Теперь я знаю и мне еще более интересно. Мне совсем это не сложно, мне это в радость, потому что я использую свое свободное время. Ну как свободное? Вот сейчас у меня две рыбы, уже я включила в духовку разогреваться, поставила специально вот такой вот противень, емкость для выпекания, для выпечки. Кстати, это у меня емкость для выпечки абсолютно для всего. И для пирогов, и для овощей, и для вообще очень удобная штука. Всем советую. Так, значит, что я сейчас делаю? Ну, во-первых, я всегда готовлю мастер. Я беру вот такую вот досточку мою старенькую, хорошую. Сверху накрываю. Либо вот такой вот, видите, красненькой пластиковой доской. Она у меня вот вся-вся-вся вот так в порезах, потому что очень много работаю. Либо беру просто пленкой, когда нету таких досточек, потому что вот это часто приходится выбрасывать. И либо беру, еще раз повторяю, пленкой накрываю. Почему? Потому что когда с рыбой мы работаем, то дерево, оно очень быстро впитывает запах рыбы, и потом избавиться невозможно. Это первый такой секрет. Ну, и пока я буду делать, я с вами, с вашего позволения, поболтаю. Вот здесь вот у меня пакет. Я в этот пакет сразу буду чистить все, что не то, неправильно будет попадаться. Так, думаю, здесь будет видно, что я делаю, как я делаю, чтобы вам было интересно. Ну, и заодно я хочу просто поделиться прочитанным. Я обычно новости никогда не смотрю, а вот что-то где-то как-то попадается мне на глаза. И вот мне попалось такое, что каждые два дня в мире появляется новый бильярдер. И вот что я дома. Так, это у меня сразу уходит с соседским кошкам. Это у меня скумбрия. Я готовлю скумбрию. Вот аналитики из Международной гуманитарной организации. Есть такая организация, называется ОПСФАМ. Так, еще раз говорю, что я в пакет все бросаю. Очень все быстро и четко. Раз, раз, раз и до свидания. Все. Все в пакет, чтобы не размазывать всю грязь. Потом, конечно, все моем. Все, одна тушка готова. Ничего больше не придумываю. Начинают вот плавнички снимать. Отрезали одну голову. Оп. Кишки с ними пошли. Немножечко хвостик вот этот. Все. Пузо вспороли. И в пакет все выбросили. Готово. Перчатки не одеваю. Кто-то в перчатке. Представьте, какая возняет. И перчатки одеть. И все. И вот по их данным, по этому ОПСФАМу, в прошедшем году новый обладатель миллиардного состояния появлялся на мировой арене каждые два дня. Я вот хочу, чтобы вы просто вдумались. Вот у меня, видите, параллельно я разговариваю с вами. И завязываю. Это у меня для рыб, для кошек, которые в окне, которых бабушка кормит. Я всегда, а я рыбу часто делаю. Всегда подкидываю. Они очень любят это делать. Так, все. Раз, два. Это когда побыстричку мне надо. Рис у меня готов. Девочки и мальчики, рис у меня готов. Все у меня есть. Вот у меня что есть. Я беру. У меня такая приправка есть. Что туда входит, я вам сейчас скажу. Изумительный набор такой. Во-первых, туда кинза входит у меня. Цибуля. Ну, этот лук. Лук входит. Еще базилик, кориандр. Перец черный, паприка обязательно, фенхель. Туда входит майоран, кардамон, петрушка, экстракт чеснока. Ну, это, знаете, сухой такой чеснок я туда добавляю. Вот. Все. Больше туда ничего не входит. И вот это вот все я этим всем протираю. Как бы протираю. Но мне еще нужно соль туда добавить. Я вот беру. Сейчас я достану приправку свою. Вот она у меня. Видите? Ну, вот в таком состоянии. Чтоб вы видели. Вот в таком. И протираю. Все. Поехали. Раз. 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 Положу. Положу. Раз. Друг обдружку еще потру. Вот так. Все. Теперь, что я сделаю? Сейчас скажут. Грязно. Нет. Не грязно. Все в порядке. Тут грязи у меня нет. Потому что у меня все в пакетике. Все. И теперь, дорогие мои, мне нужно солькой. Все. Никакую. Все. До свидания. Готово. Теперь водичку в этот противень я немножко добавляю. Она у меня пропаривается. И выкладываю рыбку. Вот так вот я ее выкладываю, красавицу. И это моему мужу в каль. Будет рис у меня готов. Я делала рис. Салатик у меня с брынзой. Это у меня ему воскресный. Все. Видите? Опс. Чистенькая. Абсолютно чистенькая. Но все равно я ее на всякий случай. Чуть-чуть-чуть-чуть. Горяченько. Водичка. Клопленько. Промываю. Все. Но на ней все равно ничего нет. Она даже сухая была. Все. Пусть стоит. А вот это еще надо будет обратить внимание. Вот эту часть, вот эту вот, еще не просто промыть. Ее еще нужно будет лимонным соком обработать. Она полежит еще раз. И вот тогда будет то, что нужно. Все. Это так я просто. Тогда будет то, что нужно. Тут ничего. Это здесь все чистенько. Все хорошо. Чтобы там не кричали. А то у меня сильно чистоплотные все там. Вот. Но почему-то все болеют. А у меня не сильно. Я ж не хирург. И у меня все в порядке. С этим готово. Ну и вот. В общем. Я возвращаюсь к нашим миллионерам. И вот всего число миллиардеров я закладываю в духовочку. И через 30 минут у меня все будет готово. До свидания. И что же я хотела сказать. Представляете, каждые два дня и всего число миллиардеров в мире достигло отметки 2 043 человека. Это миллиардеры. И сумма их доходов, я хочу, чтобы вы знали, составила 762 миллиарда долларов. Вы только вдумывайтесь. Сумма дохода каждого. Это 762 миллиарда долларов. И вот по подсчетам экспертов, вот на сегодняшний день, всего 1 процент, всего лишь 1 процент земного населения сосредоточили в своих руках 82 процента всех денег. При этом состояние всего 42 миллиардеров можно сравнить, ну так, чтобы понятно было, с доходами 50 процентов беднейшего населения планеты. То есть 3,7 миллиарда человек. И вот аналитики также на что обратили внимание на то, что за прошедший год состояние самых малоимущих слоев населения совсем не выросло. Осталось на том же низком уровне. Эксперты, они представили статистику за последние 10 лет, согласно которой состояние миллиардеров за год в среднем увеличилось где-то на 13 процентов. В то время как зарплаты простых граждан растут только на 2 процента в год. Вот о чем можно говорить вообще. И вот вдумайтесь, да, цифра 762 миллиарда долларов. И сколько же можно было и больниц построить, и школ построить, и садиков построить, и обеспечить неимущих, которые выкарабкаться, заговорилось, не могут, да? Я вам хочу сказать, что я не говорю о тех, кто алкоголики. Нет, о них забудьте, нет. Нет, я говорю о тех, я не говорю об алкоголиках, о наркоманах, я о них вообще не говорю, потому что это люди, живущие себе в кайф, им миллион, тысячи раз говорили родители, нельзя, не надо, прошу тебя, но они продолжали жить в кайф. Я об этих людях вообще не говорю, о кайфушах. Я не говорю о проститутках помочь им, ни в коем случае, нет, нет. Это люди в кайф себе живущие, они любят кайфовать ночные клубы, они любят яхты и так далее. Это для меня прослойка такая, как вам сказать. Сейчас не скажут, конечно, что, ну, Бог прощает. Бог прощает тех, кто к нему обращается. Вот того Он и прощает, да? А Он не прощает тех, кто так красиво ходит на Пасхе, кто так красиво ставит свечки и в то же самое время кайфует на этих яхтах, таскаясь с этими малолетками, девчонками, я не знаю, такое вот устраивая. Я говорю о людях, кому помочь надо, которые заслуживают внимания, вот такую семью, как я вам показала. Вы думаете вообще, что, многие там помогают, многие кто-то... Да нет, людей отзывчивых очень мало. На языке, в основном все на языке, то да, на языке у нас гораздо. А вот так, чтобы реально, ну, одна Ирочка там, я появляюсь, еще кто-то там, можно посчитать по пальцам, в принципе. На языке все хорошие, все такие, все замечательные, а так, чтобы... Нет, нет, никогда, честно вам скажу, там помощи особо ждать не от кого. На языке, то хорошо, но хоть пусть будет на языке, уже говоришь, да благословите хотя бы молитвы. Иногда так говоришь. Вот, и вот эти вот 762 миллиарда долларов, я вот это все время думаю, они так засирают нашу планету. Они понимают, что вот эти вот все производства, все выкидывают, людям дышать нечем, просто нечем, реально дышать нечем. Я вот посмотрела там, где скопление заводов, ну, взять вот даже район Челябинский по, если взять по карте спутниковой, я говорю, в мире. Вот берешь землю, и вот там, где Челябинск, там скопление такое страшное, такое облако стоит, думаешь, как люди там живут. И точно так же над Китаем, там тоже самое, там где скопление заводов. И еще по карте я посмотрела, чрезвычайная ситуация в Иране, тоже там какое-то облако нехорошее стоит. Как люди живут, этим все дышат, и ни очищения не ставят, ничего. И у нас тоже заводы, вот эти доменные печи, и вот они просят, ой, нельзя людей увольнять, всех уволить, обновить полностью оборудование. Вот когда будет работать через специальные фильтры, когда будет самый минимум, а лучше вообще, чтобы не было загрязнения, когда вот тогда, пожалуйста, начинайте работу на таких комбинатах. Нет, значит нет, значит живите при свечках, или там, я не знаю как. Ну, как-то что-то нужно действовать, а что делать? И вот эти вот миллиардеры, которые, вдумайтесь, 1% земного населения сосредоточили в своих руках 82% всех денег. А вокруг все, все нищие и нищие станции. Причем, вот эти деньги, это все налоги, это все, вот это по копейке с среднего населения сбор. Душат, уже залезают в посылки. Я недавно слушала Олю, Ольгу, есть одна такая блогер, и она рассказала в одном из последних своих видео, как она отправила в Екатеринбурге, да, беспредел, там полный беспредел в Екатеринбурге, жить уже невозможно, она сказала. И туда отправили, она говорит, посылочку, она отправляет там с вещами периодически, там ее дочка, у нее там магазинчик есть, то есть она старается, еще как-то магазин открыла в Екатеринбурге, чтобы валюту туда отправляет, понимаете, то есть она вклады делает в страну, она вклады, и ей палки в колеса, с ее этой карточки там поснимали денег, сейчас дочь будет разбираться. Потом, что еще, посылку раздербанили с новыми вещами, такое устроили, заставили штраф платить 100 долларов за то, что новые вещи. В общем, девчонки, я не знаю, как так это, это что такое, что это за беспредел? Я послушав Олю, у меня просто волосы дыбом встали, что там в Екатеринбурге, там пьяницы какие-то над ее магазином, постоянно ее заливают, выходишь, одни алкаши. В общем, я послушав Олю, поняла, что там не жизнь, а просто какое-то гадство к людям, отношения, ну просто невыносимые, невыносимые. О чем вы говорите, мне там пишут, у нас благодать, по крайней мере. Я вот послушала, как люди живут, мне написали на личку. Это просто ужас, просто кошмар. И что, и что, и никто ничего не чешется там, эти службы экологические. Они сидят, вместо того, чтобы заниматься прямыми своими обязанностями, экологией, очищать воздух, да, а другие экономисты, тоже горе-экономисты, вместо того, чтобы продвигать вот такие вот мелкие бизнесы, как вот Олечка создала, магазинчики, они делают вот эти большие сети опять в одни руки, в одни руки. Вот в этот, как я говорю, один процент миллиардеров. Делают один процент, а вы все несите туда деньги. А вот эти маленькие магазинчики душат, убирают, то есть никому жить не дают. Но вот это вот, конечно, мне не нравится. Это я хотела сказать, что каждые два дня в мире появляется новый миллиардер. Будьте благословенны, вы и ваши близкие. У меня уже все готовится и уже вот-вот будет на подходе. Пока-пока.